Жители Северного всегда славились своей инициативностью и неравнодушием. Свой город они стараются благородить сами. Создают аллеи, строят беседки и скамейки. Устанавливают фонари и устраивают субботники. Сам микрорайон выгодно отличается от других. Здесь вы не увидите мусора, а вот прогуляться точно захотите. В скором времени Северный станет еще привлекательнее для гостей Читы и самих горожан. Именно здесь планируется построить самый большой парк. Возможно, даже краевого значения. Депутат Читинской думы пытается донести до всех, проект важен и для будущих поколений. Планируется разбивка цветочных клумб, различные скульптурные композиции. Ну, соответственно, конечно, ограждение этой территории и парковки, чтобы людям было удобно приезжать. Вот парадный вход будет располагаться вот в этом месте. Задача все равно, как бы, комплексно вот этот лес весь сохранить. Друг депутата, председатель Совета общественности микрорайона Северный собирается отдыхать в парке вместе со своей семьей. Тем более, Виталий Казак сам живет тут с детства. Немаловажная деталь – деревья. При строительстве парка не пострадают, их наоборот – сохранят. Сохранить эту лесную зону в том виде, в каком она первозданна, была нам дана природой. И облагородить эту территорию, чтобы она могла выглядеть каким-то облагороженным парком, парковой территорией для занятия спортом, для культурного досуга наших соседей, людей, кто проживает на нашей территории и гостей всего нашего города. Особенно ждут появления парка школьники и молодежь, ведь уроки физкультуры можно будет проводить прямо здесь. И удобно, и глазу приятно. В нашем городе и так уже слишком много построено, слишком много магазинов, ненужной индустрии. Действительно чего-то доброго, полезного для народа нет. Собственно, поэтому я считаю, что необходимо облагораживать территорию. Поддержать парк можно 26 февраля. На сайте Запру вы можете найти все адреса, на которых будут установлены урны для голосования.